Итоги работы и перспективы Прикаспийского института биологических ресурсов обсудили на научной сессии в Дагестанском научном центре. В мероприятии приняли участие сотрудники и руководители всех институтов ТНЦРАН. Сессия прошла в форме семинара, где ученые обсудили ряд вопросов, касающихся новых разработок и перспективных научных задач. Председатель Дагестанского научного центра Муртазари Гаджиев поздравил присутствующих с отступающим Днем российской науки. Вы те люди, которые имеют самое прямое и непосредственное отношение к проблемам экологии, которые, как вы знаете, самым острым образом стоят в нашей стране, в нашем Дагестане и особенно в нашем городе, в нашей столице. Первым докладом выступил в РИО директором Прикаспийского института биологических ресурсов ДНЦРАН Нухкадир Абазанов, который ознакомил гостей с основными направлениями научной деятельности института, рассказал о достижениях за последние несколько лет. В докладе ученый подчеркнул важность развития морской биологической науки. По словам доктора биологических наук Дагестанское побережье Каспия не изучалось уже порядка 20 лет. По побережью пройдут, исследуют, а чтобы зайти вглубь, 15, 20, 30, 40 километров, что там происходит, почему рыба гибнет, почему тюлень гибнет. Истинные причины этого, чтобы установить, как раз в этом направлении я вижу свою работу в дальнейшем. В ходе мероприятия прозвучали доклады об основах создания особо охраняемых природных территорий, о современных подходах к исследованию микробных ресурсов Дагестана и другие. Среди присутствующих на сессии руководствуют сотрудники всех институтов Дагестанского научного центра, а также ученые, деятели науки и образования. Мы готовы сотрудничать. Я надеюсь, что многие проекты, которые будут запущены и через институт, и через наш университет по биологическим наукам, по экологическим проблемам, которые накопились, мы сможем совместно это делать, дополняя друг друга. Завтра, в заключительный день сессии, ученые подведут итоги мероприятия и примут резолюцию.